Далее переходим к следующей нашей теме. Будем говорить о переговорах между Украиной и Российской Федерацией. И Киев назвал условия и свои требования. Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с президентом Путиным только в том случае, если на них будет обсуждаться прекращение войны, которую Россия начала против Украины. Ну и сейчас же переговоры между официальным Киевом и Москвой на паузе. Как мы и ранее уже говорили, возобновить их, по словам президента Украины, сможет лишь отвод российских войск на позиции до полномасштабного вторжения 24 февраля. В Кремле такие условия называют неконструктивными. О том, возможно ли наладить диалог с Российской Федерацией, далее сюжет от моей коллеги Ларисы Зубенко. Диалог с кремлевской властью рано или поздно состоится. Об этом заявил президент Украины во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Однако пока для этого мало предпосылок. По словам Владимира Зеленского, президент России находится в информационном вакууме и не готов к конструктивным решениям. В любом случае, я уверен, будет мир и будет стол переговоров. И будет точно мир. Вопрос, с кем Украина будет договариваться. Вопрос, с каким президентом России будет договариваться Украина. И это также зависит от желания уже действующего президента России. Тем временем эксперты утверждают, сегодня дипломатия эффективна лишь в вопросах обмена пленными и освобождения украинских защитников, как это было с бойцами СИЗО встали. То, с чем Украина сядет за стол переговоров, сейчас решается исключительно на поле боя, уверены эксперты. А вот России переговоры сейчас и вовсе не выгодны из-за отсутствия крупных побед. А украинские вооруженные силы тем временем продолжат освобождать оккупированные населенные пункты. Пока не созданы определенные предпосылки, а эти предпосылки это прежде всего происходящее на поле боя. Я уверен в том, что после того, как очередной третий или не знаю какой план России по уничтожению большой группировки русских войск на Донбассе провалится, тогда им придется думать, каким образом завершать эту войну. И безусловно, тогда новая реальность может несколько подтолкнуть россиян к более ограниченному списку требований, которые у них есть к Украине. А у Украины, по большому счету, нет никаких требований к России как таковой, поскольку мы хотим вернуть то, что принадлежит украинскому народу, украинскому государству. Ведь сегодняшняя Россия понимает только язык силы, уверены эксперты. И Украина вместе со своими западными партнерами должна сделать все, чтобы присесть желание Кремля нападать на суверенное государство в будущем. В то время, когда украинские военные избивают их, уничтожают, выбрасывают из оккупационных городов, когда начали наступать ночью, приходит такой момент, когда россияне начинают упрощать условия, уменьшать свои желания, отчасти от желаний вообще отказываться. Поэтому для Украины сейчас очень важно отстоять себя в дипломатической среде и в военной. И здесь есть большое желание соединить все возможности и нанести удар по России и в воинской части, и в дипломатической, завершить то дело, которое россияне начали на нашей территории. Основной целью переговоров после возвращения на позиции 23 февраля станет деоккупация Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Пойдет ли РФ на уступки или возвращать территории будут украинские военные? Эксперты уверены, что мирный сценарий имеет право на существование. Ведь почувствовав силу, Москва может отступить под давлением Украины и Запада, а с помощью пропагандистов продаст это внутреннему потребителю, как победу, и попытается сохранить Путину лицо. Его власть базируется на имидже сильнейшего лидера, фюрера русского мира. И безусловно, это будет удар по его власти. Но я не говорю о Путине, потому что Путин это не навсегда, это первый момент. А второй момент, мы видим, что Россию можно бить. И третий момент, пока не вернутся все территории. И это задача украинской дипломатии, чтобы сохранилось давление, изоляция и санкции по отношению к России. В Европе тем временем уже обсуждают, каким будет новый мировой порядок после победы Украины. И в гарантиях безопасности и восстановления страны нам есть на кого рассчитывать. Лариса Зубенко специально для информационного марафона «Фридом» на телеканале «ЮАЙ». И эту тему в разговоре продолжим с нашим гостем Владимир Фисенко, политолог, уже на связи. Владимир, здравствуйте, рад приветствовать. Добрый день. Ну что ж, по переговорам Киев полностью дал понять, чего он хочет. Владимир Зеленский готов идти на переговоры в случае, если российские военные уберут свои войска до административных, подчеркну, границ 24 февраля. Потом будет идти речь уже и за деоккупацию Крыма и Донбасса, части которых оккупировано уже более 8 лет. Скажите, пожалуйста, пойдет ли на это Москва и как можно далее спрогнозировать ход событий, как с российской стороны, так и с украинской? Я думаю, что, во-первых, вот что надо подчеркнуть, очень правильно, что украинское руководство не просто в очередной раз об этом заявило, а поставило жесткое принципиальное условие. Переговоры могут быть, но переговоры могут быть на условии вывода россиянами своих войск на границе до 24 февраля, на административной границе, как вы правильно заметили. Это сейчас принципиально важно не только для России. Это сигнал даже не россиянам, на мой взгляд. Это сигнал части западных элит, которые сейчас начинают колебаться, они боятся затягивания войны, и они начинают посылать сигналы о том, что лучше прекратить военные действия, договориться о перемирии и договориться о каком-то мире. Поэтому это сигнал, прежде всего, части западных элит о том, что Украина не намерена жертвовать своими территориями, и для нас есть принципиальные вещи — это освобождение оккупированных территорий. Задача минимум — выйти на границы до 24 февраля, задача максимум — освободить все оккупированные территории. Пойдет ли Россия на такие требования Украины? На данный момент, я думаю, на ближайшее время, как минимум, это выглядит маловероятно. У Путина есть надежды, скорее даже иллюзии, что удастся добиться каких-то успехов в наступлении на Донбассе, удастся закрепиться на юге, что очень заметно. Вот это пока тревожный признак, но очень заметный. Россия окапывается на юге. Усиливает там военное присутствие и уже начинает действие по аннексии южных регионов Украины. Вот то, что они делали на Донбассе до войны, теперь они начинают делать на юге. Это ускоренная раздача российских паспортов. Это первый признак грядущей аннексии. А это означает, что Россия не хочет уходить. Поэтому для Украины обеспечить эффективные позиции на будущих переговорах — это значит, во-первых, сдержать врага и на Донбассе, и на юге, во-вторых, перейти в контрнаступление и выбросить его с оккупированных территорий. Это будет самый мощный, самый сильный инструмент дальнейшего ведения переговоров. Давайте сейчас послушаем вместе с вами господина Мединского, что он сказал по поводу переговоров, как это все именно прокомментировал. Глава российской, напомню, переговорной группы Владимир Мединский заявил, что для встречи Путина и Владимира Зеленского нужен конкретный документ договоренностей. Давайте услышим. Россия никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне. Это неоднократно подтверждал Владимир Владимирович Путин. Вопрос только в том, что для того, чтобы состоялась встреча на высшем уровне между президентами, необходима серьезная подготовка, то есть необходимы документы высокой степени готовности. Главы государства должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы, а не для того, чтобы сфотографироваться. Владимир Мединский, глава российской переговорной группы. Как по мне, вилами по воде, честно говоря, это заявление. Как понять, чего хочет Россия? Может, здесь что-то нужно между строчек читать? Объясните. Да, читать надо и между строчек. Но Мединский выполняет в данном случае, как формальный глава переговорной группы, некую публичную функцию. Он озвучивает необходимые месседжи. Опять-таки, скорее для западной аудитории, а не для Украины. Потому что, думаю, что можно согласиться с последней фразой. Встречаться надо не для того, чтобы сфотографироваться. И у украинской страны есть четкое требование. Это уход россиян на рубежи до 24 февраля. Тогда возможны переговоры. То есть мы не можем согласиться на переговоры ради переговоров. Переговоры должны идти только для того, чтобы, во-первых, прекратить войну, во-вторых, освободить оккупированные территории. А вот месседжи Мединского, они, во-первых, направлены на Запад, что якобы Россия готова к переговорам, готова договариваться. Это игра как раз с оппортунистической частью западных элит, которые боятся войны и которые готовы договариваться за счет Украины. Но Украина на это не готова. Украина не будет договариваться за счет того, чтобы у нее Россия забрала часть территории. Это для нас неприемлемо. Это общая позиция как президента Зеленского, руководства страны, так и большинства украинцев, как показывают последние социологические опросы. Второй важный момент. Есть манипуляция в словах Зеленского. Вот он говорит о конкретном документе. Это намек на то, что, мол, россияне подготовили некий проект мирного договора. Слушайте, но этот проект мирного договора, судя по косвенным признакам, означает, что от Украины требуют отказаться от Крыма, отказаться от Донбасса и еще и согласиться на присутствие россиян на юге Украины. Для нас это категорически неприемлемо. В этом смысле россияне сейчас ведут, с одной стороны, даже не переговорную игру, а скорее медийную игру, медийно-политическую игру с Западом. Они пытаются сыграть на желании части западных элит побыстрее закончить войну. Это очень напоминает тактику россиян, когда начиналась война на Донбассе, вот в 2014-2015 год. Они хотят выйти на некий Минск-3 за счет Украины. Но мы уже научены горьким опытом, и думаю, что Украина не будет идти на какие-то уступки, которые неприемлемы для страны, как для ее народа, так и для руководства Украины. Также хочу акцентировать внимание, что так называемый глава ДНР Пушилин сказал, что уже будет проводиться на временно оккупированных территориях Донецко-Луганской областей, проводиться будет референдум о вступлении в Российскую Федерацию. Это есть красная линия, после которой переговоры с Российской Федерацией просто можно даже не поднимать? Думаю, что да. Я напомню, что еще в апреле месяце, когда появились разговоры о возможности проведения похожего референдума, но тогда еще не было ясно, что это будет. Референдум о создании очередной так называемой «народной республики» в кавычках, либо о присоединении к России. Но речь шла о референдуме в Херсонской области. Уже тогда президент Зеленский четко сказал, любая попытка аннексировать украинские территории будет означать прекращение переговорного процесса. Естественно, это касается и Донбасса, в том числе Ордло, отдельных районов Донецко-Луганской областей, которые контролируют сепаратисты при поддержке российских войск. В этом смысле никакой разницы нет. Тут я отмечу один нюанс очень показательный. Я напомню, потому что мы за три месяца уже очень сильно изменились, и вроде бы немного времени прошло, а период до войны уже кажется таким давним временем, что некоторые вещи мы немножко забыли. Я напомню, что еще накануне начала войны глава так называемой ЛНР Луганской народной республики, пасечник, он заявлял о том, что они готовят похожий референдум. Но это было до войны. И потом они эту идею убрали, потому что планы в Москве поменялись, они решили окончательно определились с началом войны. А сейчас к этой идее возвращаются. Очень похоже на то, что действительно сейчас в Кремле склоняются к тому, чтобы аннексировать все оккупированные украинские территории. Здесь разницы нет на Донбассе эти территории или на юге Украины. И поэтому это, конечно, создает огромные риски для того, чтобы переговоры были полностью прерваны. И это в Москве должны понимать. И не только в Москве. Вот те политики на Западе, которые призывают к какому-то компромиссу, вот они должны четко понимать. И, соответственно, передать это Путину. Любая попытка присоединения к России и украинских территорий будет означать прекращение переговоров. Также, в свою очередь, ряд стран, это если переходя уже к международной поддержке, ряд стран, а именно Австралия, Канада, Чехия, Эстония, Италия, Япония, Норвегия, Швейцария, Швеция, Великобритания и США, а также Европейский Союз, выступили с обращением по защите гражданского населения в Украине. Заявление было сделано 24 мая по итогам третьего месяца полномасштабной войны Российской Федерации против Украины. К чему призвали страны и Европейский Союз, давайте далее услышим в информационной графике. Необходимо минимизировать страдания людей путем безопасного и постоянного доступа к гуманитарной помощи, независимо от того, где находятся нуждающиеся. Гражданское население и гражданские объекты следует отличать от военных целей при проведении операции, соблюдая систему гуманитарного оповещения и способствуя безопасной эвакуации гражданского населения. Следует создать необходимые условия для того, чтобы люди, спасающиеся от войны, могли сделать это безопасно и позволить лично выбирать место переезда. Должна быть гарантирована физическая безопасность и охрана гуманитарным работникам, когда они пытаются добраться до всех, кто нуждается в помощи. Единственный способ защитить мирное население и свести к минимуму страдания украинского народа прекращение России этой неправедной и жестокой войны. Ну и в предложенном Италии статусе, плане статуса Крыма и Донбасса предлагалось определить путем переговоров, но Украина подчеркивала, что настаивает на своем суверенитете над этими территориями и подчеркивает, что российские военные пытаются создать предпосылки для заключения нового мирного соглашения с Украиной наподобие минских договоренностей. Об этом в Твиттере написал глава Офиса президента Андрей Ермак. Давайте услышим. Нашей целью является скорейшее установление мира. Чем дольше идет эта война, тем большие риски для всей планеты. Но этот мир должен быть справедливым. Суверенитет и территориальная целостность Украины не тема для компромиссов. Россия должна освободить все территории Украины, включая украинский Крым и украинский Донбасс. Как вы видите, сегодня наступление россиян захлебывается. Они переходят к обороне, пытаясь удержать захваченные территории и создать предпосылки для очередного соглашения, которое все равно нарушат. Как это было с двумя минскими соглашениями. Для нас это недопустимо. И тут мне немножко становится непонятное подобное заявление от некоторых международных наших партнеров. О чем это говорит? Говорит о том, что все-таки они, вопреки ракетным ударам, уничтожению городов, Буча, Ирпень, Гастомель, Мариуполь, Донецкая область, Луганская область, они все равно верят в переговоры, и что каким-то диалогом можно прийти к какому-то консенсусу? Как вы считаете? Ну вот что касается этого заявления, во-первых, отмечу, что сам призыв к России, именно к России, соблюдать правила войны, давать возможность оказывать гуманитарную помощь населению и не допускать жертв среди гражданского населения, это связано с тем, что Россия грубо нарушает все правила войны. Она ведет войну жестоко и кроваво, вопреки всем международным конвенциям и соглашениям. Поэтому даже те, кто призывает к переговорам, они обращаются к Москве, надо соблюдать правила, иначе будет тяжело договариваться. Теперь, что касается самих призывов о мире. Ну, надо понимать, что это, знаете, я бы сказал, такой традиционный либеральный стереотип. Лучше переговоры, чем война. Мы тоже так часто думали, вот и в 2014-2015 году тоже исходили из этого, ну, потому что надеялись на компромисс. И западные партнеры тогда убеждали тогдашнее украинское руководство, что надо договариваться, надо искать компромиссы. Пошли на эти убеждения, пошли на компромиссы. Вот на Минск-1, Минск-2 и что? Нас горький опыт научил. К сожалению, для России любые компромиссы воспринимаются как проявление слабости. И тогда Путин собирается идти дальше. Это не только не ограничивает его агрессию, наоборот, усиливает, подпитывает его агрессивные намерения. В этом плане он очень напоминает Гитлера, знаете, как реинкарнация Гитлера в 21-м столетии. Поэтому на Западе не понимают этой принципиальной вещи. Путин — это не рациональный западный политик, для которого всегда компромиссы на первом месте. И он готов искать компромиссы. Путин действует как диктатор, как Гитлер, как захватчик, агрессор. Поэтому любые компромиссы он воспринимает как признак слабости. И в чём смысл действий Путина с начала войны и по сей день? Он же нарушает все правила, ломает все правила. Поэтому пытаться играть с ним по правилам бессмысленно, поскольку он играет вне правил. Наоборот, его принцип, его стратегия — это нарушает все правила. Вот что, к сожалению, не понимают на Западе. Вот это проблема западных политиков. Ну а эмоционально, психологически, экономически они, конечно, стремятся побыстрее завершить войну. Они боятся расширения войны. Вот начались разговоры, например, что якобы нынешняя ситуация напоминает период перед Первой мировой войной, когда страны и не хотели войны, и постепенно вошли в состояние мировой войны. Это тоже либо манипуляция, либо ошибка. Нынешняя ситуация напоминает не период перед Первой мировой войной, а перед Второй мировой войной. В чём особенность была того периода? Тогда точно так же некоторые западные политики решили договариваться с Гитлером, идти ему на уступки. Чем это закончилось? Тем, что Гитлер понял, что да, можно идти дальше, можно воевать дальше. Он все эти соглашения, которые с ним подписывали, он их растоптал, и в итоге началась Вторая мировая война. Поэтому надо агрессора остановить в самом начале, иначе он пойдёт дальше. Этого, к сожалению, пока на Западе не все понимают. Вот об этом же ранее правительство Италии подготовило предложение по достижению мира в Украине, предусматривающее прекращение огня, подготовку принятия страны в ЕС и широкую автономию Крыма и Донбасса. Материал об этом опубликовала газета «Ля Репаблика». Но мне это всё напоминает где-то восьмилетнюю давность, когда каждая страна, каждый представитель ограничивались рекомендационными резолюциями, советами, призывами остановить агрессора и так далее. Я правильно понимаю, что сейчас опять возвращается к тем сценариям? Ну, пока скорее это попытка забросить в будущее некие инструменты для будущих переговоров. Ну, и обозначить свою роль как миротворца, как посредника. Тут тоже есть определённая даже конкуренция. Вот раньше этим занимался президент Турции, президент Франции пытался предпринимать соответствующие действия. На связи с Путиным был канцлером ФРГ. Вот сейчас и итальянский премьер тоже пытается продвинуться в этом направлении. Но я абсолютно согласен, что действительно это очень напоминает то, что было в 2014-2015 году. И правильно украинское руководство, вот и президент Зеленский, вот вы Ермака цитировали. Кстати, отмечу, Ермак сейчас фактически от офиса президента это главный переговорщик с западными лидерами, с западными элитами. Вот он в Давосе был, ну и ведёт переговоры на самых разных уровнях. Поэтому вот очень важна тоже его публичная позиция. Он тоже отметил, что это повторение Минска. Мы не можем совершать вновь одни и те же ошибки. И вот тут обращу внимание. Вот вы показываете сейчас Шольца, кастлера ФРГ. И цитировали предложение Италии. И я напомню, Шольц после разговоров с Путиным сам сказал, не готов Путин к переговорам и к поиску компромисса. Вот это оценка одного из переговорщиков. Если говорить о вступлении Украины в ЕС, да, это один из вариантов компромисса. Но суть его в том, что Украина отказывается от членства в НАТО, но в обмен получает перспективу членства в Евросоюзе. Именно этот сценарий обсуждался ещё в марте месяце. И вот тут тоже обращаю внимание на коварность, я бы сказал, подлость позиции России. Они сначала говорят, мы не имеем никаких возражений. Прекрасно, пусть Украина идёт в Европейский Союз. А что мы слышим в последние недели, в последний месяц? Уже официальные лица России говорят, нет, нам мало отказа Украины от членства в НАТО. Нам также необходимо, чтобы Украина отказалась и от членства в Евросоюзе. Это же прямо противоречит итальянским предложениям. Вот это лишний раз показывает, что, к сожалению, вот эти мирные предложения отдельных западных лидеров, отдельных западных стран, это благие намерения, которые, к сожалению, ведут в ад. Это продолжение ада войны. И они это должны понимать. Ну и, как говорит, опять же, вспоминаю Андрей Ермака и президент Украины Владимира Зеленского, что самые лучшие переговоры, это переговоры, когда за твоей спиной есть самая современная военная техника, чтобы в любой момент, если дипломатия не сработает, давать отпор агрессору. Спасибо вам, Владимир, за то, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Владимир Фисенко, политолог, был напрямую в связи с нашей студией. Ну и закончим этот информационный блок уже месседжем важным, что Украина после победы в войне с Россией станет мощным и безопасным государством, которое сможет защитить свою территорию и людей. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Президент вновь выразил убеждение, что Украине необходим договор безопасности с другими странами. Давайте услышим. Это будет сильное государство, у которого будут конкретные приоритеты в отношении безопасности. Мы понимаем, что с таким соседом в любой момент может быть что угодно, и, к сожалению, может быть война. Война может повторяться. Уверен, мы должны создать такие условия, чтобы люди, бизнес, не боялись развиваться в нашем государстве. Наша задача сделать самую современную систему ПВО, самую современную мультисистему безопасности. Наша задача иметь договор безопасности с другими странами, которым мы доверяем и которых мы считаем партнерами. Этот договор должен быть полноценным. Желательно, чтобы он был ратифицирован в парламентах государств стратегических партнеров. И чтобы любые шансы агрессора на будущее вторжения прекращались еще до входа на наши земли.